Друзья, всем привет! Сегодня у нас есть с вами уникальная возможность наконец-то познакомиться с новинкой от BMW. Это обновленная версия BMW 5 серии. Сегодня мы с вами разделим этот ролик на две части. В первую очередь мы познакомимся с пятеркой. Я вам прямо на живом примере покажу в чем их отличие. Быстренько пробежимся по автомобилю, после чего мы с вами перейдем к ценам. Я вам расскажу как изменились цены, на какие скидки плюс-минус стоит рассчитывать на вот этот горячий пирожок. Несмотря на то, что BMW 5 серии изначально вообще стоит недешево, тем не менее спрос на эту машину всегда есть. На сегодняшний день их уже навозят в дилерские центры, они доступны для продажи, поэтому обо всем по порядку в этом видеоролике. Но, друзья, как всегда, прежде чем мы начнем, у меня для вас есть полезная рекламная пауза именно для всех тех, кто хочет приобрести себе новый автомобиль. Смотрим и после чего переходим к основной теме выпуска. Когда речь заходит о покупке нового автомобиля, начинаются рассуждения, как же лучше купить. Кто-то может купить просто за наличку, кто-то думает взять потребительский кредит, взять автокредит. Кто-то начинает размышлять, а что если купить автомобиль в лизинг на физлицо, у кого-то есть юрлицо, и он может купить автомобиль в лизинг. Так вот, специально для тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля в лизинг, у меня для вас есть хорошая информация в виде лизинговой компании «Азур Драйв». В «Азур Драйв» можно взять машину в лизинг как для личного пользования, так и для бизнеса. Они идеально подходят для такси, доставки или проката. Вы точно так же можете взять машину для любого иного бизнеса, которым вы занимаетесь. Кроме того, вы можете взять автомобиль в лизинг и вернуть НДС, тем самым экономия составит 20% от стоимости лизинга. На официальном сайте компании «Азур Драйв» представлен ассортимент автомобилей, которые вы можете купить в лизинг. Если нужной машины нет на сайте, достаточно оставить заявку, и люди найдут вам ее по наиболее низкой цене. Я прекрасно понимаю, что если вы ни разу не покупали автомобиль в лизинг, у вас наверняка будет куча вопросов. Именно поэтому в описании к этому ролику останется контакт, позвонив по которому и сказав, что вы от Машкова, вас грамотно проконсультируют, расскажут вам все этапы, как проходит сделка. Тем самым вы смотрите, читаете, считаете и принимаете для себя решение, стоит вам покупать автомобиль или нет. «Азур Драйв» приобретает автомобили оптом, поэтому цена для их клиентов ниже, чем в автосалоне. Тем самым вы получаете наиболее выгодные условия раз. После окончания договора машина ваша, без переплат и дополнительных взносов. Страхование и трекинг авто включены в минимальный тариф. Важно понимать, что лизинг может оказаться для вас выгоднее кредита. Компании «Азур Драйв» неважно, есть ли у вас задолженности. Все, что нужно, это два документа и гражданство РФ. Переходите по ссылочке в описании, там все подробности. Оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер, говорите, что вы от Машкова и вас грамотно проконсультируют. Читайте все условия. «Азур Драйв» ждет вас по ссылке в описании. Специально для наглядности мы поставили два автомобиля, предыдущая и обновленная версия. Значит, что нас встречает теперь в обновленной версии? Ну, в первую очередь, конечно же, оптика. Она видоизменена, при этом она стала технологично более продвинутой. Что она в себе несет? Это, конечно, друзья, такой некий робот, который многофункционален, несмотря на то, что он просто вроде бы изменился визуально. Как опция здесь доступны лазеры. Изначально оптика идет полностью светодиодная. Два автомобиля абсолютно одинаковые изначально. Что это 530-й бензин в М-пакете? Что это 530-й бензин в М-пакете? Вот посмотрите, у нас изменились бампера. Здесь раньше у нас шли противотуманки, теперь противотуманок нет. Оба автомобиля, важно, уже находятся с активным круиз-контролем. Хотя раньше на пятерках этого не было. Это в последних версиях это появилось как доп. опция. Решетки радиатора. Ну, они же ноздри. Некоторые говорят, что куда BMW ставит все больше и больше ноздри, скоро они будут вот такие. Тем не менее, вживую, когда ты смотришь, выглядит это, в принципе, эффектно. Чего-то прямо такого, знаешь, вычурного, что она слишком большая, нет. Сюда же добавим, да, что многие, покупая автомобили, сразу ставят себе черные решетки. Это все на любителя. Новый цвет. Раньше такого серого цвета у BMW не было. У них в линейке есть некоторые обновления. Так, например, если мы посмотрим на салон, то раньше коньяк цвет был доступен для более продвинутых версий, например, с 530 дизелем. Теперь же 530 бензин изначально у нас идет с кожаным салоном. Здесь у нас идет ткань с алькантарой. Сюда же добавлю, что с базовых версий, с 520, точно так же стал добавлен цвет коньяк и бежевый цвет. Раньше был только черный. Колеса. На самом деле, с одной стороны, казалось бы, ну что здесь такого, а с другой стороны, когда люди покупают, очень часто отдают предпочтение красивым дискам. Так, например, 18 дизайн тоже есть обновление, 19 есть обновление. Об этом уже подробно рассказывать не будем, потому что те, кто хотят купить автомобиль, вы сможете зайти на официальный сайт, посмотреть, как они выглядят. Сам факт того, что обновления в колесах тоже появились. Обновление интерьера. С одной стороны, здесь чего-то прям вау, грандиозного нет, а с другой стороны, приятные изменения все же есть. Вот смотрите, предыдущая версия ткань с алькантарой. Соответственно, сейчас у нас дисплей здесь стоит одного размера. Такой дисплей для новой версии уже идет с базовых версий. Раньше это была как бы продвинутая версия, потому что изначально он шел поменьше. И вот мы присаживаемся с вами в обновленную версию. Соответственно, здесь дисплей, ребята, ну он просто-напросто огромный. Подчеркиваю, это уже более продвинутая версия. По остальному, по интерьеру, здесь есть некоторые изменения. В виде вставок они стали чуть другого оттенка. Как я сказал, кожа появилась в этих уже интерьерах раньше, вот как я вам показал, было. То есть в целом, ты садишься, первое, что в глаза прям бросается, это реально дисплей. В остальном, плюс-минус, ну все одно и то же, изменений никаких нет. Вот обратите внимание, когда раньше были противотуманки, здесь была специальная кнопочка для того, чтобы можно было их включить. Сейчас противотуманок нету и сделали заглушку. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но с другой стороны, смотрится пустенько, как будто чего-то не хватает. Габариты автомобиля немного изменились, но они изменились исключительно за счет пластика, за счет бампера. То есть сама колесная база здесь осталась та же самая. Поэтому, присаживаясь в автомобиль, вы получаете ровно столько же места, сколько было на предыдущей версии. По задней части здесь изменились фонари, они стали нового дизайна, они напоминают нам BMW. Третьей версии у нас изменились патрубки выхлопной системы. Если раньше изначально в базовых версиях они были круглые, то теперь у всех они будут такой прямоугольной формы. Ну и обратите на диффузор, он стал с так называемой расческой, соответственно, более какой-то спортивный характер. Машина на самом деле смотрится свежей. Ну серьезно, друзья, скажите ваше мнение. С другой же стороны, наверняка на сегодняшний день многие люди напишут, что блин, а вот предыдущая версия даже как-то интереснее смотрится по передней части, по задней части. Потому что новинки не всегда нам быстро заходят. Тем не менее, глядя на эту версию в потоке по фонарям и по передней части, вы всегда будете понимать, что это обновленная версия пятой серии. Итак, здесь мы с вами можем подвести итоги. Про все наиболее значимые изменения в обновленной версии пятой серии я вам рассказал. Линейка моторов осталась та же самая, даже не трачу ваше время на перечисление ее. Появились новые доступные опции для M Sport и BMW Individual. Так, например, мультифункциональные сидения M. Практически такие же сидения, как для автомобилей BMW серии M. То есть, можно купить себе 530, но в ней сидения будут как в версии M5. Появилась расширенная отделка BMW Individual Shadow Line. Появилась тормозная система M Sport, красная. Появились BMW Individual фары Shadow Line. В общем, все эти фишки доступны в более продвинутых версиях. А вот сейчас, ребята, готовьтесь, мы переходим к ценам. Когда я готовился к этому сюжету и собирал информацию, я дошел интересную статью, где писали, что якобы в Америке цена выросла на обновленную версию по отношению к дорестайлинговой версии на 300 долларов. Ну, имеется в виду за базовую комплектацию. Ну, давайте сейчас я вам расскажу, какие цены актуальны для Российской Федерации на момент октябрь-ноябрь 2020 года. Я подготовился, значит, смотрите, я вам сейчас озвучу официальные рекомендованные цены и при этом скажу, на какую плюс-минус скидку можно рассчитывать. Сумму скидки я назову прямо в самом конце. Давайте начнем с самого простого, друзья. 520 бензиновая версия комплектации бизнес. Такая машина стоит 3 миллиона 810 тысяч рублей. Но при этом формально, если вы зайдете на официальный сайт, вы ценник можете увидеть ниже, но таких версий просто-напросто не существует. Странно, тоже все расписано. Тем не менее, смотрите, идем дальше. 520 дизель-версия для такси. Очень часто именно 520, дизельную версию на заднем приводе, берут в такси. Розничная цена такой сегодня 3 миллиона 750 тысяч рублей. Идем дальше. 520 дизельная комплектация Executive, она побогаче немножко. Цена у нее 3 миллиона 990 тысяч рублей. Далее, версия с полным приводом X-Drive, 520 дизель, бизнес 4 миллиона 30 тысяч рублей. Друзья, какую скидку можно получить, если вы сегодня придете покупать автомобиль за наличный расчет? Вот на сегодняшний день, в силу того, что машина совсем свежая, скидка примерно 3-4%. Соответственно, от выбранной версии сами можете считать, отнимать. И я подчеркиваю, прям делаю акцент, что в этом ролике я просто рассказываю вам об обновлении пятой серии. И называю актуальные розничные цены. Я с вами полностью согласен, что цены просто улетают куда-то в космос. Тем не менее, рассказываю вам все как есть. Соответственно, когда будут больше скидки? Да по-любому они будут. Просто все это будет происходить со временем. Когда автомобилей будет становиться больше. Соответственно, все те, кто вдруг присматриваются к этой версии и хотели бы, естественно, скидку не 3-4%, а больше. В вашем случае остается только ждать и надеяться, что скидка станет больше. Потому что, ребята, не забывайте, что последние полгода все машины дико выросли в цене. Вспомните, как изменились цены на третью, на пятую серию. Как изменились цены на других производителей. В том числе, Мерседесы, Ауди. И, соответственно, за развитием событий на рынке я всегда слежу. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Скидка за трейдин – это отдельная история. Как оценивать вашу машину, здесь как бы нужно взвешивать вам. Кому-то выгодно, кому-то не совсем выгодно. Нужно считать индивидуально. То же самое с кредитом. С кредитом некоторых могут в прямом смысле слова обмануть, обсчитать. А кому-то могут дать, в принципе, выгодный хороший кредит. Этим вопросом тоже нужно индивидуально заниматься. Переходим к версиям 530. 530 бензин вот здесь. Смотрите, такой нюансик происходит. Что на сегодняшний день, на момент октября, 530 бензин с полным приводом в М-пакете можно купить по цене 4 миллиона 470 тысяч рублей. Это розничная цена. С 1 ноября ценник у нее будет 4 миллиона 650 тысяч рублей. Он станет выше, но при этом вы получаете некий бонус. Первые 80 тысяч километров, либо 4 года, что наступит быстрее, вы получаете бесплатно сервисное обслуживание. Можно назвать, что это бесплатно или это уже включено в цену. Здесь, как вы решите, в это обслуживание не будет входить только замена щеток и замена тормозных дисков и колодок. Здесь должна быть четкая математика, потому что разница 180 тысяч рублей. И как бы это компенсируется за счет технического обслуживания. Понятное дело, что на эти деньги вы бы могли точно так же проходить техническое обслуживание. Но сам факт того, что с 1 ноября вот такое будет изменение, вот такая программа появляется у BMW. Мы переходим к самым интересным версиям, самым востребованным, самым ликвидным версиям 530 дизель. На сегодняшний день на официальном сайте точно так же можно увидеть ценник 4 миллиона 510 тысяч рублей. Но по факту такой цены просто-напросто нету, потому что машины продаются вот так же с фишкой без сервиса 4 миллиона 980 тысяч рублей сегодня. И с 1 ноября ценник будет 5 миллионов 150 тысяч рублей. Это версия M Sport Plus. Есть самая продвинутая, самая жирная, скажем так, заряженная версия для 530 дизеля. Это версия Pro. Она будет стоить по рознице 5 миллионов 531 тысяч рублей. Там уже, друзья, как говорится, будет все. Там будет интегральное управление, там будет лазерная оптика. В общем, все, что входит в комплектацию, вы можете сами спокойно зайти, распечатать ее, там скачать, как вам удобнее, посмотреть. Какие скидки пока что в силу того, что это горячий пирожок, как я вам говорю, 3-4%. Вот так вот, ребята, меняются цены. Я прекрасно понимаю, что кто-то скажет, да ну нафиг, такие цены на тачки. Тем не менее, вот мы сейчас находимся у официального дилера, я общаюсь с менеджером, он говорит, люди уже бронируют, уже вносят деньги, народ покупает тачки. Вот такая вам реальность, несмотря на то, что цены растут. Напомню вам интересный факт. Версия F10 520 бензиновая, как у меня сейчас, на которой я катаюсь, с M-пакетом в 2016 году продавалась по цене 2 миллиона 100 тысяч рублей, уже с учетом скидки вот за наличный расчет. На сегодняшний день подобная версия, это вот 3 миллиона, там, 400, 3 миллиона 500 тысяч рублей. Но если вам удастся договориться, опять же, модификация будет чуть-чуть другая. Поэтому вот такая история. Итак, друзья, самое время делать выводы. Вот такая вот она реальность. Вот такой он 2020 год. Я уверен, комментарии будут из серии, да ну нафиг, куда летят эти цены. При этом в течение полугода-года вот этих машин, ну как минимум по Москве и по городам-миллионникам, вы будете видеть все чаще, больше и в каждом дворе. На сегодняшний день предыдущий кузов, его в принципе все, раскупили. Если вы где-то и найдете, это, ну, единичные какие-то штуки. Вот эта версия продается по цене. Я оставлю ссылочку в описании, все подробности по машине там идут. Машина-менеджер, в качестве благодарности ему за предоставленную возможность снять ролик, оставляем ссылочку. Переходите, смотрите. Устраивает вам? Звоните, договаривайтесь сами. На сегодня у нас все. Вот такая картина. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. Мы с вами двигаемся дальше. До новых встреч. Всем пока-пока.